Всем привет, это B-Boy Fast Food. Добро пожаловать на апрельские выпуски онлайн-школы по брейкингу BreakAdvice. Каждый четверг мы публикуем новые уроки на сайте redbull.ru. Следите за новостями в наших группах ВКонтакте и Facebook. Подписывайтесь на Instagram BreakAdvice. Привет всем, это B-Boy Бутуз. Я представляю команду Predators. И в этом выпуске от BreakAdvice я покажу как подниматься со спины в руку. Добро пожаловать на наш канал! Итак, перейдем к технике. Для того, чтобы выйти в руку со спины, сначала нужно научиться выходить в локоть. Как это выглядит? Смотрим. С положения сидя через спину стараемся выйти в правый локоть. После того, как мы научились выходить в локоть, мы стараемся выйти в руку. Как это выглядит, показываю. Для того, чтобы вот так выйти в руку, вам нужно сделать максимальный толчок со спины с помощью вашей головы, при этом согнув колени и выпрямиться в полную руку. Руку вы должны поставить примерно посередине, то есть от плеча выходим прямо. Если вы поставите руку слишком низко, то вы провалитесь. То же самое с вами случится, если вы поставите руку ближе к голове. Поэтому ловим баланс примерно посередине и выходим на прямую руку. Посмотрим принцип выхода в руку с элемента под названием Match Mills. Смотрим. Примерно вот так. Для того, чтобы выйти с Match Mills правильно в руку, вам нужно с минимальной складки максимально выпрямиться на руку. Либо на правую, либо на левую. Вы сами выбирайте. Существует несколько вариаций, с какого элемента и в какой мы можем выходить в руку. Посмотрим на примере элемента под названием Back Drop. Я выхожу в левую руку. После того, как вы научились выходить со спины в руку, вы можете попробовать этот переход с Back Drop в руку и обратно. Для того, чтобы этот элемент получился у вас красивее, вы должны зависнуть буквально на секунду, когда вы находитесь в положении на руке, чтобы падение получилось более амплитудным. И так циклически продолжать. Также вы можете выйти в руку с элемента под названием Wid Mill. Вот как это выглядит. Это более сложная вариация выхода в одну руку с элементом под названием Wid Mill. Чтобы сделать его правильно, вам нужно выйти как можно выше в вертикаль. Если вы потеряете вертикаль, то вы не сможете выйти в 99. А чтобы не потерять вертикаль, вам нужно поставить вашу левую, в моем случае, руку прямо около головы. То есть после того, как вы зашли в вундмил, вы ставите руку около головы и высвобождаете голову из-под руки. Делайте вертикальное вращение. Только в таком случае вы зависнете и сделаете элемент дальше. Запомните правило. Для того, чтобы выйти со спины, либо с любого элемента в руку, вы должны с максимальной складки раскрыть тело и выйти во фриз. После того, как вы сделали фриз, вы можете продолжать вращение и придать динамику этим движениям. С вами был B-Boy Bootuz на восьмом выпуске проекта Break Advice. Продолжение следует... Продолжение следует...